Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 органических соединений, а его учителем был Николай Николаевич Синин, и таким образом я знаю своих научных дедушек вплоть до седьмого поколения. Я родственников своих так хорошо не знаю, как своих научных руководителей и моих научных руководителей. И я хочу сказать, что не подумайте, что я сейчас пластуюсь, многие из вас, если вы сейчас посмотрите на своих преподавателей, вы обнаружите то, что вы можете выстроить точно такое же генеалогическое древо. У нас, наш университет сидел в школах, и вы все вас выкрутите в этих школах. Просто все химики, они вот могут использовать мою картинку. Психологи, медики, они должны эту картинку нарисовать сами, я боюсь, что не смогу за вас это все рассказать, но это большая гордость, что мы с вами на самом деле не стоим сами по себе, мы стоим на плечах гигантов. Вот Google Академия, здесь не очень видно, наверное, есть такая штука Google Академии, Google для ученых, и там их основной лозунг это стоя на плечах гигантов. Это фраза Ньютона, которая однажды сказала, что если я смотрел куда-то дальше, чем все остальные, то только потому, что я стоял на плечах гигантов. И я хотел сказать, что имейте это в виду, и вы не одни, и вам имеет смысл знать и гордиться этим, что образование, которое вы получаете здесь, оно в определенном виде, оно уникальным является. С другой стороны, друзья мои, иметь только хороший университет, это не имеет ничего. Потому что если вы учитесь только для того, чтобы получить диплом, нет ничего глубее учиться за диплом. Учиться надо для получения знаний. Если это большая ошибка, думать, что работодателю важен ваш диплом. Если работодателю важен ваш диплом, то значит, у вас не будет карьера в этой организации, у вас не будет достаточно денег, нет смысла особого обращать внимание от такого работодателя. Если вы хотите чего-то добиться в жизни, вы должны конкурировать. А для этого вам нужно иметь знания, вам нужно иметь какой-то багаж, какой-то конкурировать. И поэтому, друзья мои, надо не получать дипломы, надо получать знания. И это не обязательно знания научные и так далее. Я имею в виду, что как человек, который участвует в творческой самодеятельности и в политике, участвуйте во всем полярном. Если у вас есть политические клубы, дискуссионные клубы, участвуйте в них. Есть творческая самодеятельность, есть интерес. Участвуйте в творческой самодеятельности. Это все поможет потом вам в жизни. И особенно я хочу обратить внимание, что даже если у вас нет особого интереса к науке, начинайте заниматься научной деятельностью с первого, со второго курса. Не просто потому, что вы получите от этого чуть-чуть лучше знаний, это тоже очень важно. Просто именно только так вы сможете по-настоящему проникнуть в науку. Вы сможете потом это показать в своем резюме. Это, может быть, вам поможет в получении каких-то дополнительных стипендий, преференций в университете. Если это для вас важнее, чем знание, то вы подумайте, по крайней мере, об этом. Знанием надо стремиться. Дальше. А, я хотел немножко рассказать историю перед тем, как сюда перейти. Я хотел обратить внимание, что не бывает мне нужных знаний. Дело так, дело в том, что я вообще со школы интересовался астрономией. Я хотел маленькую историю рассказать в жизни. Интересовался астрономией. В прошлом году меня университет отправил в составе делегации университета, вдвое в Бангладеш, в город Дакка, и как представитель образовательного сообщества университета. Я приезжаю сюда, и там говорят, ребята, кто среди вас астроном? Мы такие, ну, ребята, извините, у нас нет астронома. Мы как бы просто преподаватели, приехали, там, обсудить, как в перспективе сотрудничества. Они говорят, нет, нет, подождите, мы же писали, что нам нужны были астрономы здесь. У нас круглый столб будет по астрономии. И мы говорим, ну, ребята, извините, астроном приехать не смог. А они говорят, это очень плохо, потому что мероприятие уже назначено. И кроме вас там выступать особо-то и некому. И вы соберете мероприятие, если сейчас не придете. И, в общем, я сидел, посидел всю ночь и рассказывал людям про черные дыры, про теорию простроения Вселенной. Потом еще два часа отвечал на вопросы студентов, которые там присутствовали. В общем, иногда очень неожиданно ваши знания могут пригодиться. А на самом деле, почему мне не было немножко легче. Дело в том, что буквально за два дня для этого, совершенно случайно, я познакомился с профессором Александром Борисовичем Баланевым. Он у нас на лях трегравитации как раз. И я просто так спросил, а вы что занимаетесь? Он говорит, астрономия, я говорю, теория трегравитации. Я говорю, о, а что там интересного вообще у вас с астрономией произошло за последний год? И вот, собственно, вот этот наш разговор я рассказывал перед Балладешскими студентами. И вот, собственно, и здесь мой второй посыл. То есть я хотел сказать, во-первых, что знания лишь не входит, а второе, общайтесь, ребята, потому что вокруг вас очень много очень умных, очень хороших, знающих людей. Эти люди, они хотят поделиться знаниями, но их не всегда об этом спрашивают. Если некоторые люди боятся, думают, что вот я сейчас подойду, и такой там знаменитый профессор, я его начну спрашивать, глупые вопросы, он будет, потому что я полный дурак. Неправда. Даже очень глупым профессорам нравится, замечательно, очень глупые вопросы студентов. По той причине, что значит, что кто-то этим очень интересуется. И часто люди могут этому посетить очень большое количество времени, как опять повторюсь, Александр Баллистович Балакин на целый час отвечал на мои дурацкие вопросы про теорию строения Вселенной. И не стесняйтесь общаться с интересными людьми. Вокруг вас их очень много. И следующее, что я хотел сказать. Не бойтесь обращаться к ним с просьбами. Это иногда кажется, что... То есть в «Мастере Багарите» было написано «Никогда ничего не просите», но я считаю, что все не так. Если вам что-то нужно, попросите. Если человек может отказать, это может быть. Не относитесь к этому слишком серьезно. Всякие люди бывают, многие из нас очень заняты, но в принципе это никогда не бывает лишним. Я когда учился в аспиратуре, так получилось, что мне работа не очень нравилась, которой я начал заниматься. То есть я начал заниматься научной деятельностью, а потом стало как-то немножко скучновато. Я подумал, что надо что-то такое интересненькое, что-нибудь такое современненькое. И мне научные руководители говорят «Знаешь, есть такая теория атомов-поликулы?» Я ее не очень понимаю. Разберись там, ну и расскажешь. Потом что-нибудь там в диссертации своей напишешь, что я это делал. Ну я значит начал читать, так увлекся, думаю «Ух ты какая интересная». Вот такая книжка, очень интересная, читается на одном дыхании, но столкнулся с одной проблемой. Дело в том, что не было ни одной программы, я теоретический химик, то есть мы расчеты проводим, и там не было ни одной программы, которая это могла бы считать. Ну то есть у меня ее не было. Я так похопался, смотрю, три программы есть, написали их три профессора, один из Испании, из Англии, из США. Ну я подумал, ну была немало, потому что семь трех. Вдруг пришли, прислали семьи, семьи человеку мне прислали эти программы. Одну я не обиделся, я еще выбирал, я еще одну опросил, мне показалось, она не очень user-friendly. Другие две я использовал, они у меня, диссертация описана очень широко. И в принципе, я потом очень много с ними общался, с этими товарищами, в особенности с этими двумя, чьи программы я использовал. Я там рассказывал, делал вам рекорд и говорил, что у вас тут так плохо считается. Одного я очень мучил вопросами, что давайте, вот есть такая фича, ее вот в прошлом году описали. Ну давайте, программку засуньте, это очень интересно будет. Вот, и я ему так замучил, что он у меня сделал бета-тестер от программы своей, и дал ему пожизненную лицензию, когда он ее сделал коммерческой. Вот, и в общем, не бойтесь обращаться к YouTube с просьбами. Многие ученые готовы идти вам навстречу. И последнее, что я хотел сказать, есть одна вещь, о которой я жалею, когда я был в университете, что я не сделал, когда я был в университете. Я очень мало использовал возможностей, которые у нас были. Здесь вы сделаны для вас, и все больше неOOOO 0. Не и я, иди к вам, это все-таки, или каждая степендию. В общем, Muchas because of the day, не все знают, есть такая стипендия фонда Владимира Потанина. Сначала распространялась на студентов любых курсов. с первого курса по пятый, каждый, все институты могли ее получать, она была достаточно большой, и я туда не хотел просто принципиально. Ну, как-то время было, в общем, до четвертого курса я туда просто не хотел. А четвертым я решил, дай попробую, и сразу выиграл. И думаю, вот дурая, я три года мог получать спустепендию, я даже не пробовал, я не пробовал просто потому, что мне было лень, там какие-то находились у меня занятия, и много, ну, короче говоря, просто не хотелось. И я жалею о том, что я очень много возможностей не использовал. Я первый раз проехал за рубеж, когда я был, уже, когда я защитился. И, а сейчас у вас есть эта возможность. У вас есть возможность получать гранты. У вас есть возможность, ребята, не подрабатывая получать зарплату, деньги на уровне, ну, скажем так, среднего, рабочего, среднего звена. Вы можете получать гранты президента Республики Татарстана, гранты президента Российской Федерации, гранты мэра нашего города. У нас есть гранты некоторые, есть множество различных источников, которые могут вас поддержать, если вы только протянете руку и сделаете некие над собой усилия в науке, в творчестве, в образовании и так далее. Кроме того, у вас есть возможность поехать за рубеж. И я считаю, что это очень важно. Поэтому попробуйте посмотреть, как, что есть в мире, взять оттуда самое лучшее. Таких программ тоже огромное множество. Есть Алгариш, по которому может студент поехать, по сути, почти в любой университет мира. Есть программы отдельных стран. Скажем, Campus France, это французская организация, которая раздает стипендии. Да, Fullbright США, да, Германия. И вы можете поехать в эти страны и увидеть, как там это делается. Езжайте в Японию или в Германию и посмотрите, как надо работать. Езжайте в США и смотрите, как надо зарабатывать. Езжайте во Францию, смотрите, как надо жить. И возвращайтесь в Россию, потому что именно здесь больше всего возможностей для вашего роста. Вот на этом все. Спасибо. Во-первых, почувствовали энергетику, как мощь? Почувствовали? Господа, вот и все. Знаете, что мы были первым спикером, потому что это настоящее мы хотели получить с самого начала нашего вечера. И прежде чем мы отпустим, несколько вопросов, если вы хотите, на которые вы посмотрите, мимо проекта. Тогда скажу-ка, пожалуйста, с чем можно страдать свою человеческую жизнь? С чем? С вами. Это ни с чем не сравнимо. Это совершенно потрясающе. Я очень не любил школу, я очень любил инверситет. Я очень любил и люблю в то время, когда я был. Я очень тосую по тем временам, когда я был студентом. Потому что это действительно ни с чем не сравнимо. Это когда ты варишься в той среде, в той науке, которая тебе нравится. Вот в школе тебя заставляют учить русский язык, литературу, я их не любил. То есть у вас может быть наоборот. Но я не любил русский язык, литературу, это не заставляют учить, а делал от собой усилия. Я пришел таким факт, я как воздух уплотнул. Только химия. Только физика. Все, что я люблю. Вот. То есть я считаю, что это несравнимо с чем. Это очень классное время. Его надо оправдать. Защитый нам аплодисменты. И все. И все. Что? Да вы еще ищите нам аплодисменты. Я, конечно, не бывает, опытный эксперимент. Но, секундочку, смотрите, как появилось такое осознание, что наука – это действительно твое. Есть такой момент, когда даже не сразу пришло вверх. То есть не было наверняка еще на первом курсе потенциальности того, что будут и зарубежные поездки, будут и коллективные работы, и так далее. Это масштабный проект. Вот где тут переломный момент? Как у вас случился, когда ты понял, что действительно нужно делиться в этой работе? Ответ на этот вопрос, на самом деле, долгий. 30 минут. Я когда занимался творчеством, я понял, что я не самый лучший в мире ферекс. Когда я работал в молодежной строительстве, я понял, что у меня есть такой протолог, в который я не могу уже прыгнуть. То есть я каких-то вещей уже достиг, и я понял, что чтобы дальше делать шаг следующий, мне нужно очень много усилий. И мне, честно говоря, не очень хочется этот шаг делать. То есть эти усилия, они определенные какие-то… Я должен был взять какие-то моральные усилия над собой. Творчество аналогичное. Я понял, что если я, например, буду продолжать петь, я просто пел в ступенические годы, в принципе, даже была у нас компания звукозаписшая, которая хотела заключить контракт с нашей, у нас была новая чеховая группа. Нами хотели даже заключить контракт, и никто из них, если у нас было четверо, ни один не захотел это делать. По той причине, ну, я как бы знал, что, ну, опять, мы до него не поймем. Мало ли, мы любим чеховую группу. Вот. Бэкстер-поисер его не станет. Казэт и Флоренда тоже, может, конечно, еще когда-нибудь, но вряд ли, у нас бы немножко плоховато пели по-татарски. И, в общем, я понял, что в этой стезе достичь очень многого сложного. Мне понравилось много тем, что здесь очень мало зависит от, как сказать, от каких-то случайных факторов. Все. Момент, как это случилось? Понимание, что да, все, я иду. А его не было. Я просто сначала, я отсекал последовательно. То есть я сначала понял, чтобы песцом не быть, и я перестал петь. Потом я понял, что в молодежной политике я... Дальше шаг будет мне, честно говоря, сложновато, и я понял, что вот нет, не хочу этот шаг делать. И я, одразу в этом, у меня осталась наука, которой я все это время занимался. Вот и все. Я просто отсекал лишнюю. Как сказал кто-то, значит, сделать красивую статую, чем просто надо отрезать лишнюю. Вот, собственно, я это делаю. Я просто отрезал лишнюю. Спасибо большое. Спасибо большое.